Замго-секретаря США, я продолжу давление на Азербайджан для восстановления свободного передвижения в Лачине. Сегодня у меня будет возможность напрямую обсудить этот вопрос с высокопоставленным азербайджанским чиновником, прибывшим в Вашингтон, и я продолжу оказывать давление для восстановления свободного передвижения. Об этом на слушаниях по Южному Кавказу в Комитете Палаты представителей по иностранным делам относительно урегулирования ситуации вокруг Лачинского коридора заявила заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, отвечая на вопрос конгрессмена Джима Коста, сообщает государственная радиостанция «Голос Америки». Конгрессмен в частности, раскритиковал действия Азербайджана, выразив уверенность, что Баку не стремится к миру, а лишь пользуется обстоятельствами войны на Украине. В этом контексте он назвал ошибкой отмену 907-й поправки и оказание военной помощи Азербайджану. Заместитель госсекретаря, в свою очередь, напомнила, что Госдеп по этому поводу призвал правительство Азербайджана восстановить свободное передвижение по коридору, так как его блокирование может привести к серьезным гуманитарным последствиям и срыву мирного процесса. По ее мнению, одной из ключевых проблем переговорного процесса является отсутствие доверия между сторонами. «Она заверила, что администрация стремится способствовать диалогу, чтобы стороны понимали друг друга и взаимные тревоги. Мы прекрасно понимаем, что это окно возможностей может закрыться, поэтому в этом вопросе есть чувство безотлагательности. Думаю, особенность сегодняшней ситуации отчасти связана с войной России против Украины, которая меняет динамику в регионе», — добавила Донфрид. По ее словам, американская сторона осознает, что Россия играет роль и имеет влияние в регионе. Но Вашингтон хочет помочь странам региона продвинуться вперед в достижении мира. Сегодня Москва не является главным посредником в конфликте между Арменией и Азербайджаном, потому что в процесс вовлечены и другие акторы и форматы, заключила она.